Приходилось работать только ночью, в совершенно диких условиях. Сегодня у фотографов полное творчество. Нет. Ну почти. Уже неоднократно пытался сюда попасть, это прям цветочник. Разбой, изнасилование. Все вместе. Мы сюда завезли более тысячи домов. Очень холодно, минусовая температура. Это очень необычно. Здесь, в принципе, можно производить все, что угодно. Ссылочка на ребят будет в описании. На улице минус 10, настоящая зима, а мы сегодня на пляже делаем фотосессию. Погнали! Друзья, приветствую! Сегодня на канале «Попасть в кадр» будет замечательный ролик чудесной съемки на песке красивых моделей в замечательной локации. Наши дружные ряды фотограф выполняет еще Алексей. Сегодня он расскажет, как он готовился к съемке, какие у него есть задумки по образам, потому что сегодня у фотографов полное творчество, они могут делать то, что они хотят. Мы только договорились с локацией и привезли классные модели. Дальше все будут творить фотографы. Первый раз работаю с проектом «Попасть в кадр». Уже неоднократно пытался сюда попасть, но вот в этот раз посчастливилось. Поработаем с моделями. Весело, классно. Пляжная съемка. Попробуем какие-то образы. Купальники, халатики, парео, шляпки. Что-то в этом роде. Так, Наташ, это третья твоя съемка у нас, тайна. И во всех трех ты полураздета. На одной вообще, по-моему, голой была, да? Нет. Ну, почти. Так, не знаю. Тебе понравилось? Так, складываются обстоятельства. Тебе это нравится? Почему-то каждая съемка всегда была либо полуголой, либо в тупальнике. Под одним из роликов был вопрос у зрителей к тебе. Мужчину очень сильно зацепило, чтобы ты вся в татуировках. И он задал вопрос. Ты с зоны? Конечно. А, то есть сидела, да? Конечно. За что? Разбой, изнасилование? Все вместе. Расскажи, почему вы открыли такой спорткомплекс в Питере? Ну, на тот момент, когда, собственно говоря, мы искали инвестиции. Спасибо большое. И занимались развитием этого проекта. Уже сама в себе идея была не нова. Но мы на тот момент работали, скажем так, на лейтинг-площадках. Уже работали с аудиторией. Понимали, что этот спорт, он доступен, речь идет о пляжных переполях в первую очередь. Он доступен не только тем, кто давно этим увлекается. Он доступен, в принципе, всем. Сколько комплекс уже существует? 2016, наверное, в 20. А, ну, уже 4-5 лет. Есть в секции, да? Я у вас смотрел здесь очень много. Детские секции. И по волейболу, по пляжному теннису, по пляжному футболу. Даже пляжный футбол. Да, есть футбол, да. Скажем так, у нас полноформатного пляжного футбола нету, потому что достаточно большой спрос на волейбол, теннис. И демонтировать весь этот зал, чтобы поставить ворот, это трудозатратно. А для детей вполне подходят небольшие форматы для тренировок. Мы сюда завезли более тысячи домов. Возили где-то в течение месяца. Причем у нас так по срокам строительства получилось, что выпал на март. Очень тяжелый период, когда у нас были осадки. Это питерская весна, несовершенно непредсказуемая. И, скажем так, у нас локация достаточно тяжелая в плане разворота крупногабаритного транспорта. И приходилось работать только ночью. В совершенно диких условиях и практически везде ручной труд. И тысячу тонн песка пришлось перелопатить. Вопрос к нашим фотографам. Сев, что самое главное на пляжной съемке? На пляжной съемке самое главное восхитительные модели. А если их нету? Тогда золотые руки фотографам. Ну вот насчет рук не надо было. Самое главное, что вот да, действительно, это прям цветочник. Ребята, очень хорошо, что вот есть такой проект, который позволяет всем здесь собраться. Собрать прекрасных фотографов. И сделать прекрасные снимки в такой вот локации. Кстати, на улице сейчас очень холодно, минусовая температура. И здесь именно то место, где можно перенестись на пляж с девочками в бикини и сделать прекрасную фотосессию. Или без бикини. Об этом истории умалчивается. Это без камеры. Но это уже будет в конце. За кадром. Саша, как всегда, оставит. Мой самый популярный вопрос всем предпринимателям. Отбилось. Аренду мы, в принципе, покрываем, она абсолютно рыночная. Вот эти затраты, которые связаны со спортом, отбить. Буквально год прошел, рынок что-то услышал, узнал. И с тех пор, где-то, ну, наверное, года с 17-го с 18-го начался поток инвесторов, людей интересующих, которые приезжают, консультируются, узнают. То есть пошел инвестор, который далек от спорта, который понимает, что это не столько для спортсмена, сколько для бизнеса, сколько для широкого потребителя. Действительно, тема фотосъемки пляжной зимой, да, это очень необычно. Здесь, в принципе, можно производить все, что угодно. У нас даже свадьбы приезжали. Свадьбы, да ладно. У вас есть открытые группы, куда вот одиночки могут записаться и прийти поиграть с кино? Более того, у нас есть электронный сервис, который позволяет людям, в зависимости от их уровня, записаться практически в любое время, да, когда у нас есть... Кому-то присосидится, да? Да, да, да. Ссылка на ребят будет в описании. Записывайтесь, приходите, занимайтесь спортом. Пока-пока. Если кто-то спросит, что девушки делают, ну что раздевалки, мы скажем, что это переделанные парни. Да. Да, да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok